Всем привет! В наше время требовательного к софту железа хочется, чтобы все продолжало работать без тормозов и глюков. Будь то рабочие программы вроде Автокада, Файнал Ката, либо современные игрушки, системные требования к которым еще лет 10 назад могли бы показаться отрывком из научной фантастики. Вы только представьте себе, в те далекие времена первого Биошока, первого Крайсиса и первого Фар Края увидеть системные требования к Dishonored 2. 8 гигабайт оперативки, 60 гигабайт места на жестком диске и 2 гигабайта видеопамяти. В те времена у меня жесткий диск был всего на 20 гигабайт. Однако мы отвлеклись. Самое простое и эффективное решение проблем производительности – купить современное железо. С текущим курсом рубля собрать современный компьютер можно тысяч за сто. Это если мы с вами говорим не только про игрушки, а не забываем про рабочие функции, например монтаж и рендеринг видео. Но что делать, если такой суммы нет, а тот компьютер, что имеется на руках, совершенно не подходит для решения поставленных задач? Правильно, апгрейд – наше все. В случае с системными блоками все довольно просто. Вы можете самостоятельно поменять необходимые компоненты для достижения оптимального баланса по деньгам и производительности. Дело осложняется с ноутбуками. Материнскую плату не поменять, видеокарту не поменять, блок питания помощнее не поставить. Но тем задачка и интереснее. Именно поэтому в данном видео мы коснемся темы апгрейда именно портативных компьютеров. Вышеозвученные ограничения по замене только нескольких компонентов позволяют нам получить универсальный рецепт апгрейда практически любого ноутбука. Давайте же узнаем, можем ли мы превратить это в это. В большинстве случаев нам для замены доступны несколько компонентов. Это жесткий диск, оперативная память, оптибей и батарея. Вы спросите, как батарея может повлиять на производительность, но об этом позже. Пойдем по порядку. В следующий раз, когда ваш товарищ будет жаловаться на то, что его ноутбук работает еле-еле, можете смело посылать товарища на три буквы. На буквы SSD, конечно, вы о чем? Solid State Drive или твердотельный жесткий диск – настоящая лебединая песня любого апгрейда. Установка SSD обязательно. И если вы по каким-либо причинам игнорируете этот пункт, то можете смело закрывать видео. Оно вам больше ничем помочь не сможет. А если серьезно, то именно установка SSD диска дает тот самый вау-фактор при первом запуске. Даже многократное расширение оперативной памяти не дает и десятой доли того эффекта. В SSD диске нет подвижных частей, никаких вращающихся головок, никаких шумов и тормозов. Это будущее в чистом виде. Бесшумное, энергоэффективное и удобное. Наверняка еще остались люди, которые боятся переходить на SSD из-за его мнимой ненадежности. Все дело в том, что ресурс такого диска зависит от количества обращений к нему. То есть, чем меньше вы его используете, тем дольше он вам прослужит. И если на заре появления первых SSD такие заявления еще могли бы быть оправданы, то сейчас это абсолютно голословно. Однажды мне даже рекомендовали не использовать торрент-трекеры из-за постоянных обращений к диску. Дескать, это на раз-два высадит накопитель. Но учитывая то, что ресурс современных SSD измеряется в десятках гигабайтах на протяжении десятков лет, подобные опасения оказываются как минимум беспочвенными. Все наперебой советуют «Ставьте SSD!», но мало кто говорит о том, что они бывают разных типов. В рамках этого видео мы не будем углубляться в особенности каждого из них, просто обозначим типы и их различия. Первый тип – SLC – Single Level Cell. Одна ячейка памяти содержит 1 бит информации. Такие диски редко используются в домашних условиях из-за высокой стоимости и совсем небольшого объема. Но они обладают самым большим ресурсом и самой большой скоростью записи чтения информации. Большой ресурс достигается тем, что одна ячейка содержит всего 1 бит информации, в отличие от других типов. Объемы таких дисков небольшие – порядка 60 гигабайт. Пример такого диска – Intel X25E, 32-гигабайтную версию которого можно купить сейчас на eBay примерно за 20 тысяч рублей. Второй тип – MLC – Multi-Level Cell. Одна ячейка памяти содержит 2 бита информации. Такие диски обладают гораздо меньшей стоимостью в сравнении с SLC и широко распространены на рынке. Минусы таких дисков – меньшая скорость работы и меньший ресурс, более чем вдвое по сравнению с эталонным SLC. Существует подвид Enterprise MLC, который обладает повышенным ресурсом. Также у компании Samsung есть технология 3D-V-NAND, которая за счет вертикального расположения ячеек позволяет повысить ресурс накопителя. Третий тип – TLC – Triple Level Cell. Три бита информации в одной ячейке памяти. Самая дешевая память на рынке – самая ненадежная с самым низким ресурсом. Идеально подойдет для домашнего использования, хранения мультимедиа и программ. Касательно ресурса. Даже самая ненадежная память типа TLC способна пропустить через себя порядка 700 ТБ информации, прежде чем окончательно исчерпать свой ресурс. Многие другие модели накопителей могут похвастать гораздо меньшими цифрами – от 150 до 300 ТБ информации. На первый взгляд это немного, но если посмотреть статистику использования и объемы переданной информации при домашнем использовании, опасения пропадут сами собой. Безусловно, для корпоративных нужд или серверов, которые работают в режиме 24 на 7, не подойдут диски типа MLC и TLC. Но для домашнего использования это более чем приемлемый вариант, особенно учитывая скорость развития технологий. Ну и не стоит забывать про элементарный бэкап, который в случае непредвиденного отказа жесткого диска сохранит все ваши данные. Экономить на памяти ни в коем случае не стоит, лучше покупать проверенные бренды, предварительно изучив отзывы в сети. Значительная часть отказов SSD дисков происходит как раз по причине кустарного производства различного рода ноунеймов, а не истечения самого ресурса диска. Переходим ко второй возможности ускорить наш ноутбук – к установке дополнительной оперативной памяти. Тут все несколько проще для рядовых потребителей, коими мы с вами и являемся. На сайте производителя обязательно найдется информация о том, сколько оперативной памяти можно поставить в тот или иной ноут. Если же такой информации там нет, можно продолжить поиск по модели материнской платы, соответственно на сайте ее производителя. Если же так получилось, что и у них ничего не нашлось, добро пожаловать на профильные форумы, в которых вы обязательно найдете нужную вам информацию. Мы не будем углубляться в технические подробности типов памяти. Главное – убедиться, что выбранная память поддерживается ноутбуком. Спасибо, Кэр. Проверить напряжение, тип памяти, частоту и ее скорость. Не превышать заявленный производителем лимит. По крайней мере стараться это делать. Важная рекомендация – покупать оперативную память одним набором, чтобы планки памяти имели соседние серийные номера. Это нужно для более корректной и слаженной работы двух модулей в связке. Оперативка в таком случае будет работать в двухканальном режиме, значительно повышая производительность. Конечно, при условии, что ваш ноутбук поддерживает такую возможность. Еще кое-что. Если ваш ноутбук использует архитектуру на 32 бита, то максимальный объем оперативной памяти будет равняться 4 гигабайтам. Все, что будет установлено свыше, с вероятностью 99% будет работать некорректно, если вообще будет. Кстати, о том, как я решил эту проблему на 13-летнем IBM ThinkPad T60, можно посмотреть по ссылке в описании. Из своего опыта, заметка о частоте. Даже если установить в ноутбук, который поддерживает память частотой 1066 МГц, оперативку с большей частотой, есть шанс, что она заработает, но с максимально возможной частотой для материнской платы, в нашем случае 1066 МГц. Более того, однажды я поставил планку с низким напряжением, с литерой L в названии, по соседству с обычной, и все это прекрасно завелось и работает. Я, конечно, подозреваю, что пониженное напряжение не используется, но да бог с ним. Повторюсь, все, что вы делаете супротив мануала, вы делаете на свой страх и риск. Память может прекрасно работать в профисных нагрузках, но при сложной задаче отъехать ей ничего не стоит. Именно поэтому стоит скептически относиться к покупке комплектующих, особенно SSD дисков и оперативной памяти, с рук. А если иного выхода нет, то максимально щепетильно подойти к вопросам выбора. 3. Магическое слово «Оптибэй». Это специальный контейнер для второго жесткого диска, который устанавливается вместо оптического привода. Согласитесь, что в 2018 году оптический дисковод уже не нужен никому, а его место можно использовать во благо, ведь место в ноутбуках ценится буквально на вес золота. Из своего опыта. Оптимальный рецепт – на место штатного диска установить SSD, на который поставить систему, а вместо DVD-привода установить бутерброд из оптибэя и стандартного жесткого диска для хранения файлов и мультимедиа. Таким образом система будет работать со скоростями SSD, а для хранения файлов вполне достаточно и скорости обычного жесткого диска. Купить оптибэй можно за совсем небольшие деньги – от 300 рублей на Авито до 500 рублей на Алиэкспрессе. В комплект чаще всего входит отвертка и 6 винтов для крепления вашего жесткого диска в корпус оптибэя. С особой осторожностью подходите к демонтажу стандартного DVD-привода. В зависимости от модели ноутбука это может оказаться не такой уж простой задачей, как может показаться на первый взгляд. Можно повредить компоненты материнской платы, сломать какой-нибудь шлейф и так далее. Крайне рекомендую пользоваться ресурсами вроде iFixit. Там пошагово разобраны все действия по сборке и разборке различного вида устройств. Четвертый, самый неочевидный пункт нашего топа – батарея. Влияет она на производительный стиль и нет, каких-то однозначных мнений на этот счет не имеется. Я просто выскажу свою точку зрения, которую вы можете либо принять к сведению, либо пропустить мимо ушей. Первый фактор – энергосберегающий режим, который может принудительно ограничить скорость работы вашего жесткого диска и других компонентов компьютера для экономии заряда батареи. Этот фактор сугубо индивидуален в некоторых ноутбуках. Этот режим отключить можно, в некоторых – не получится. Некоторые ноутбуки действительно работают быстрее от сети, но эта разница едва заметна. А учитывая то, что в дороге вам вряд ли понадобится вся производительность вашего компьютера, на этот фактор можно смело не обращать внимания. Важно просто иметь его в виду. Дело даже в другом. Если мы с вами говорим не про апгрейд железа ради самого апгрейда, а с целью улучшения потребительских свойств компьютера, то установка новой батареи позволит полноценно использовать компьютер как портативное устройство, а не быть привязанным к розетке. Это видео не претендует на звание инновационного. В сети можно найти множество подобных руководств. Я лишь хочу рассказать, как выполнял апгрейды своими руками, основываясь на собственном опыте. На моем канале вы можете найти небольшую историю про то, как я ускорил ноутбук 13-летней давности, основываясь на этих советах. В результате мне удалось довести время загрузки системы до 20 секунд, что даже для современных ноутбуков является вполне неплохим результатом. Последний месяц я занимаюсь своей обновкой – MacBook Pro 2010 года. Которому также применил все основные правила апгрейда. Если вам интересен результат, пишите в комментарии и я обязательно сниму ролик про восстановление далеко не нового MacBook. Я надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Спасибо за потраченное время. Не забудьте подписаться на канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok